Дорогие друзья, мир всем! Доброго здоровья! Сегодня мы хотели поделиться с вами нашим семейным праздником, наш переезд из города в деревню. Семь лет исполнилось. Да, мы поделимся нашей историей переезда, наши трудности, наш опыт. Ну, успехи, неудачи, в общем, что запомнилось за эти года. А наша история начинается с большого города Новосибирска. Итак, дорогие друзья, наши подписчики и гости нашего канала «Хозяйство Устиновых». На протяжении какого-то времени вы уже наблюдали за нашей жизнью, ну, хотя бы за какой-то небольшой частью. А жизнь наша началась с того, как в 2010 году мы поженились с Ангелиной и прожили в городе 4 года. Занимались там, работали. То есть об этом все можно прочитать там на других ресурсах, в роликах других увидеть. Значит, и однажды пришла нам идея, мысль такая, переехать из города в деревню. Вот, слава Богу, Господь благословил наш переезд. И однажды я прихожу, вот, как помню, как сейчас, прихожу вечером и говорю, говорю, давай переедем. Ну, я говорю, ну, хорошо, давай, согласна, пора. А почему так быстро согласились, Рася? Ну, потому что у нас уже сын был один, и я понимала, что в садике я его не хочу отдавать, хочу сама воспитывать, и хочу, чтобы он мог на природе жить, и питаться натурально. В общем, в жизни такой больше натуральный ребенок достоин, вот, и согласилась. Понятно. Мне очень понравилась идея, что я услышал от одного человека, который тоже жил на земле, он говорил, я хочу, чтобы работа моя и дети были мои при мне. Вот, и в деревне это как раз именно тот вариант. Поэтому мне это было близко по сердцу, я хотел как-то ближе быть к детям, потому что, ну, я вижу городскую жизнь, когда родители отдельно, отцы тем более. Вот, он утром ушел рано, вечером поздно пришел, дети говорят, рано еще спят, а вечером уже спят, и, в общем, они воспитываются как-то сами по себе. Вот, и поэтому у нас возникло единомыслие в этом вопросе, и огромное желание переехать в деревню. Значит, деревня Алтайского края, это поселок Потеряевка, Мамонтовского района, значит, районный центр Мамонтова от нас, кто-то, сколько там, 55 километров, вот там, разными дорогами, там, чуть больше, чуть меньше. Большой город Барнаул, 150 километров, вот так мы живем здесь. При нашем переезде, когда мы собрались, то есть, соответственно, мы сообщили нашему окружению об нашем таком кардинальном решении, потому что это серьезное решение, вырваться из города, тем более. На тот момент, как бы, было все нормально, ну, в городах. То есть, ничего не было, вроде все работало, все вроде там, ну, радовались и все такое. Вот, ну, как-то уже у меня была небольшая тревога, и хотелось больше какой-то свободы, какое-то успокоение, что-нибудь более такого спокойного ритма жизни. Вот, и... В общем, меньше переживать от внешних каких-то обстоятельств хотелось. Да, 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 от стресса, чтобы меньше было стресса. И когда мы сообщили это нашему окружению, то оно разделилось на два лагеря. Одни люди, которые нас поддержали, а другие, которые были прям, ну, крайне против. Они приводили всякие аргументы там, по поводу и не по поводу, там, все, что можно было. А другие, те, которые поддержали, говорят, наконец-то, говорит, видим тех, кто, говорит, не только говорит, но и делает. Вот, и, конечно, они поддерживали, как бы, ну, как бы еще придавали силу. Вот, но страха не было. Был ли у тебя страх, когда переезжаешь? Какой-то была молодость, то есть мне было вообще вот 25 лет. Вот так кому скажи, то есть мне было 25 лет, и я решила из Новосибирска уехать в деревню. Скажут, о, ну, такого не бывает. Вот такое бывает. И в силу молодости и такой вот какой-то позитивного настроя страшно не было. Хотя я уже была беременна вторым ребенком, и мы ехали, и я понимала, что это осень, я рожу осенью уже в деревне, и буду вот прямо с первой зимы уже с маленьким ребенком со вторым в каком-то непонятном, для меня неизвестном мире. Но все равно, как бы, не пугало особо это. То есть ты до этого времени уже там жила в деревне, там, умела доить корову? Ну, у нас, как бы, мы так решили для себя, что мы хозяйство будем постепенно к весне заводить. То есть зима, просто обустраиваемся, приводим мысли в порядок. По-моему, вот только что мы там решили кроликов, по-моему, чуть-чуть там, маленечко завести. А вообще, ты где жила до этого, когда переехали? Ну, 25 лет? Да. Просто в городе жила. Ну, не просто в городе. Частного дома вообще не видала, пока с мужем не познакомилась. Да, я про это что? То есть ты умела уже там что-то делать, там, консервировать, корову доить, там, что-то ты умела? Нет. Сыр делать? Нет. Ничего не умела? Нет. Эти, инкубатором пользоваться? Нет. Мы в городе купили инкубатор, я так, просто так мечтала, думаю, у меня будут цыплята, я буду инкубировать, там, вот мои хорошие, там. Ну, то есть была тяга какая-то, я вот хотела как-то на природу животных, то есть просто уже устала от этих каких-то стен городских, постоянных, ну, хотелось на природу вырваться. В общем, поскольку мы люди верующие, как бы вот, ну, по себе скажу, что как-то Господь вот так все сложил в одну линию, что, в общем, общая ситуация получилась как бы недовольство, ну, как сказать, дискомфорт какой-то вот от этой жизни, от городской, вот именно от этой системы, системы вот этих ценностей, стереотипы, комплексы. То есть они настолько уже просто, и ты как-то, ты как-то вышел из этого, как из матрицы, ты вышел, и ты смотришь, что, ну, это вообще не твоя жизнь, вообще неинтересно. То есть какая-то замкнутая жизнь, какой-то бег в колесе, бессмысленный при том же, вот, но опять же, это наш опыт, вот, и, например, я, когда ехал, были четкие мысли, я знал, чем я буду заниматься, там, производить натуральный продукт, то есть быть полезным для кого-то, быть производителем, это всегда было интересно. Интересно, лично мне. Вот, и, собственно, как бы вот так и получилось. Жену я отправил сначала, пораньше, с ребенком, вот, там, ну, с каким-то вещичком чуть-чуть. До этого мы отправили большую фуру знакомого, вот, он там свои вещи сюда перевозил, и там нашу большую часть тоже. И, значит, потом, напоследок, из дома, я уже небольшой грузовичок, тоже мы грузим, все, выезжаем из города, и к вопросу о том, что был ли у меня, страх, да, конечно, когда ехали, была такая радость, ну, как бы чуть-чуть, вот, сердечко чуть-чуть тоже колотил, потому что это реально серьезнейший шаг в жизни, потому что ехали, ну, сто процентов в один конец, не то, чтобы там, ну, поживем, там, если не поживется, уедем назад, то есть, такого вообще не рассматривалось, и, слава богу, за 7 этих лет, за 7 лет, у тебя была хоть раз мысль там, ну, у нас просто и возвращаться особо некуда, то есть, мы жили там просто на квартире, то есть, не то, чтобы мы свою квартиру какую-то имели, нет. То есть, не маленькая квартира, съемная была. Ну, квартира съемная, поэтому, вот, особенно сейчас, чем дальше живешь, тем больше привыкаешь, и тем уже я себя меньше в городе, наоборот, теперь представляю. То есть, сейчас прошлое жить, как в тумане, как будто я всегда в деревне жила, вот за эти 7 лет такое ощущение у меня. Мысли ни разу не было, там, уехали, может, мы бы торопились, там, да. Просто теперь я думаю, вот, что я буду делать с четырьмя детьми в городе, я не понимаю, то есть, это я целыми днями буду их возить в школу по одному, туда-сюда, на кружки, на какие-то, тут у нас все рядышком. То есть, в школу они сами ходят, гуляют сами. Итак, значит, мы переехали осенью, переехали мы в пустующий домик, старенький домик такой стоял, там никто не жил, нашего дяди, мы как бы его арендовали, домик, там, что-то 5 на 6, что ли, со вторым этажом, с комнаткой на втором этаже. Вот, это было так здорово, это было так ново, в доме не было ни воды, ни канализации, то есть, ни унитаза, это точно, вот. То есть, туалет был на улице, за водой нужно было ходить на соседний участок, там, не знаю, метров 50, может быть. Через дорогу. Да, и я с флягами ходил, вот это занимало примерно минут 30, чтобы набрать 200-литровую бочку, которую я купил и установил в доме, ну, чтобы было удобно. Печка, обычная печка, которая отапливается на дровах, на угле, вот, то есть, были дровишки, уголь. У тебя были какие-то страхи по этому поводу, что, а, там ничего нету, цивилизация? Ну, как, я вообще с детства любила на дачу ездить, ну, на огород, то есть, на природе я любила. Очень, просто не страхи, а было непривычно первое время. Вот, идешь по пустой улице, никого, людей нету, а, как бы, смотришь, а там поле с одной стороны и с другой стороны. То есть, как бы, непонятно, где я, но, и привыкать стала только, вообще, спустя, там, несколько лет к этому. Я не говорю, что это плохо, просто непривычно, очень непривычно, такой, как бы, раздолье такое. Было даже такое, как бы, ну, бодность такой, что ли, приятный. Наш домик, он стоит, стоял там, и до сих пор стоит, близко к лесу, и однажды утром, когда мараж, так шторку открываем, смотрим, зайчик сидит под окном. То есть, ну, а, поскольку люди не жили, зайцы, как бы, облюбовали это место, и тут прыгали, видать. Вот, у меня страхов тоже, как таковых, как бы, не было. Было огромное желание, то есть, я себя чувствовал ромбинзоном, и это было настолько интересно. Я понимал, что вот эти трудности, вот, то, что я за водой хожу, да, как бы, это было трудно, все это, но это временно. Вот, и я понял, что это надо пережить, то есть, это же как, ну, не бывает так вот, чтобы, ну, может быть, у кого-то и бывает, там, раз переехал, сразу готовенький домик, там, все-все-все-все у него. Может быть, и есть такой вот. Ну, в нашей истории это было так. Вот, мы-то не боялись. Печку я умел топить уже, потому что, ну, тоже вырос в частном доме. И, как бы, вообще, почему эта деревня? Потому что это мои корни. Здесь моя бабушка жила, моя мама выросла, и улица наша, единственная улица сейчас названа в честь моей бабушки, которая в старой деревне была единственной мать-героиня, имела 10 живых детей. Вот, в честь нее, улица Марии Лапкиной, названа эта улица. Вот, поэтому я вернулся сюда, здесь уже жили мои родители, там, брат, родственники. И, и еще один главный момент, здесь верующее православное общество. То есть, храм есть и верующие люди, община, православная община. Вот, поэтому ехать сюда нам, как бы, верующим людям, ну, было просто вот это, как бы, наша среда. Тут не курят, не матерятся, у нас на территории деревни запрещено курить. Вот, есть устав, значит, регламентирующий наши отношения, нашу жизнь здесь. Вот, ну, вот такие, как бы, условия, которым тоже мы не боялись, потому что мы все это знали. Приехали, тут было собрание, тут у нас, как бы, ну, там, пишешь заявление, принимают в общину. Вот, и, что там, все проголосовали, нас приняли, потому что, ну, как бы, я говорю, я человек, который участвовал в восстановлении этой деревни, будучи ребенком, все бы и родство тут помогало и так далее, то есть, меня все знали. Скажи, интересы, вот, получается, с города, да, уже, вот, мы решили там этих кур выводить, цыплят там, вот, еще какие-то были, ты же там, что-то, какие-то книжки покупала, там, ну, готовилась за район? О, точно, вспомнила, то есть, я купила книгу себе, значит, подсобное хозяйство, и там читала, вообще, каких животных держат, то есть, что там, чем кормить надо, спрашивали у живущих здесь, но мы, конечно, сначала хотели что-то более экзотическое разводить, интересное там, интересных животных, интересную птицу, а местные говорили, что, да, все, вот, давайте, как мы, там, коровы, свиньи, куры, а нам нет, нам, вот, мы коз обязательно захотели, кроликов, в общем, и индоуток, в общем, что-то, вот, хотелось, какую-то изюминку сначала попробовать, ну, и много чего перепробовали, и теперь я, ну, тоже, имея опыт, и что-то мне уже не хочется держать, вот. Такой момент заметим, просто, не просто мы перепробовали, да, а, например, вот, сейчас давай загибать пальцы, что у нас было? Мы с города, то есть, еще с города уже приехали, с хозяйством, что у нас было? Улитки, охатины были. Улитки, охатины были. Ну, будем, как бы, поднимать цыплят, ну, как кальций, как бы, цыплят, там, у этих, да, кур кормить, вот, и все. А, получается, потом, как бы, из опыта, узнать, ну, как, да, получили опыт такой, что, чтобы у них кальций вырос, им тоже должен кальций какой-то давать, там, шелуху яичную, там, или еще что-то, и поэтому, так, круговорот, в общем, вот, поэтому, ладно, это дело, ну, понаблюдали, там, как-то, поиграли с ними, закончили. Потом мы купили зимой, ближе к весне, да, по-моему, кроликов, купили кроликов калифорнийской породы. Хорошие кролики, все, но, вот, сразу по ходу буду говорить, такие, как бы, ну, секреты или рекомендации, что стройка, стройка дома, то есть, мы жили в том домике, а участок наш был здесь, и мы здесь строили дом, строили сарайку, и вот у меня, как у мужчины, как у главы семьи, значит, весь вектор внимания, весь был на стройку, для того, чтобы, ну, построить правильно, чтобы быстрее сюда зайти, в новый дом, но начал я строить сарайки, почему? Потому что у меня уже была возможность здесь жить. Если бы у меня не было возможности жить, тогда бы я начал строить какую-то времянку, в первую очередь, ну, которая потом бы стала бы какой-нибудь, там, мастерской, там, еще каким-то помещением, вот. Ну, раз мы уже жили, и мы, где-то метров, я не знаю, сколько, 300, наверное, может быть, вот, оттуда, вот, до сюда. Каждый день. Вот так каждый день ходили утром, вечером управляться. И, знаете, в какой-то момент, конечно, это просто было, ну, так тяжело просто, ну, представьте, ладно, лето, а когда вот зима, ветер, вьюга, тебе доить надо, и ты берешь этот потойник, и идешь доить, ну, то есть, это было что-то вот. Ну, и опять же, поддерживаемый, как бы, вот этим желанием огромным. То есть, самое главное, вот, что мы хотим подметить, это желание, большое желание. Потом, завели кроликов, значит, и про что я говорю, что вектор внимания был здесь, вот сюда, как бы, на стройку, и мало внимания уделяли, то есть, получается, в полной мере мы не раскрыли эту тему. Местные, нету опыта, не было у местных, чтобы спросить, что вот эта модель точно рабочая, там, давайте вперед. Ну, там кто-то тоже держал чуть-чуть. Но в теоретической раскладке, у меня это получалось, как бы, ну, весьма прибыльное занятие, в теоретической раскладке, вот, ну, практическую я так и не довел до ума. Вот, потом в какой-то момент пришло, что, как бы, ну, не знаю, не по душе мне это. Вот, дальше, индоутки, утки, выведение кур породы адлерско-серебристые, тоже это твоя тема была. Ну, именно выведение в инкубаторе, это то, что из положительного первого опыта, то есть, я бы даже думаю, что, может, когда-то я еще этим буду заниматься, если будет интересная птица, то есть, я уже умею, вот что. Может, кто-то попросит помочь, посоветовать насчет инкубатора, то есть, у нас инкубатор БЛИЦ-120, мне понравилось, хороший инкубатор, ну, полуавтоматический, так сказать. Мы продавали этих цыплят, ну, как породистые цыплята. Порода красивая, ну, яйца не крупные, поэтому вот сейчас у нас не сушки именно. Ну, это мясо-яичное направление, мясо-яичное, то есть, у них, да, у них вкусное мясо. Ну, яйца они несут, но не так часто, не каждый день, то есть, там, через день, там, как-то вот так вот. Потом, естественно, весной завели косо. Я не знаю, почему мы вот не хотели коров, ну, как бы. Ну, мы понимали, что это трудоемко очень, что всегда ты должен будешь пасти в графике, потому что тут нету пастуха одного, постоянного, что больше молока, ты уже, как бы, на нашу семью будет точный избыток, обязательно куда-то продавать его надо будет, а тогда даже не сразу машина у нас появилась. Да, у нас машины не было, когда мы переехали. Вот, и как-то косо, и, ну, как-то, вот, маленькое животное, вроде как, психологически просто. Это мы сейчас делимся, говорим про то, что не нужно сразу, там, ну, мы так по себе, мы понимали, что если мы сейчас сразу, там, пять коров заведем, то мы все, там, через неделю просто померли, и все. Мы постепенно росли, постепенно возрастали в этом, то есть, вот это поддержали, ага, значит, можем. Это говорит про то, что мы были такие же городские, она вот вообще, человек полностью в квартире вырос. Я тоже в последнее время жил в квартире, как бы, тоже отвык от этого всего, поэтому надо было постепенно, потихонечку привыкать к этой ответственности, в первую очередь, что там, кормить, управляться и так далее. Я помню, как сейчас первую Казу мы недорого купили у знакомых, и вот ее привезли, и я на нее смотрю, она комолая, такая большая, такая коричневая, и я на нее смотрю, и для меня это как какой-то интересный, какой-то необычный, как жираф какой-то. Я вынесла ей кастрюлю супа, и она ее ест, и я думаю, ничего себе, она и суп ест. То есть, для меня это, как вот, знаешь, было первое время, как зоопарк какой-то. А потом, ну, стали учиться доить. Молоко нам сначала не понравилось, потому что оно было соленое сначала. Потому что коза стояла в стайке всегда, ее на траве и на зеленке не кормили. Ну, там городские были, полугородские условия какие-то. Ну, а постепенно молоко становилось вкуснее, и мы поняли, что нам нравится коза. И, кстати, вот этот стереотип, что козье молоко воняет, это реально стереотип. Почему? Потому что держат коз рядом с козлом. Есть такое выражение, говорит, вонючий козел. Ну, вот оно пошло от того, что реально воняет в козах козел, а не козы. Козы не воняют. А у него такие ферменты, как бы, ну, как козел, видать, чтобы привлечь внимание самок, там, или как, не знаю. И когда он трется с козами, по всей видимости, это передается как-то и на молоко. И поэтому мы всегда просто козла держали отдельно. У нас молоко было прекрасно. В первое лето у нас появилось свое молоко. Мы пили какао, делали творог, у нас были яйца. Это было настолько здорово, то есть, все это натурально. Значит, я чувствовал себя рембинзоном, там была какая-то заросль, рощица. Я все это спилил, выкорчевали, там, сделали огород. И там даже мусорка какая-то была, пришлось все это там убрать. Земля была отдохнувшая, и в первый год у нас были такие там... Урожай. Урожай, такие плоды, в общем, всего там. Помидоры, морковь, свекла, все там хорошо на насло. Да. Был такой энтузиазм, вот лично у меня. Я вставал, там, в 5.15, и когда ложился вечером спать, это было первое в жизни, что я думал, когда же наступит завтрашний день. Так, завтра я начну вот это делать, вот это. То есть, это было так здорово, это было вообще просто такой... Это была эйфория. Но это была такая она, не совсем такая вот вообще какая-то розовая, космическая, нереальная, нет. Это была такая здоровая, нормальная эйфория, позитивная, да. Она будет нормальная, она должна быть, она у всех так будет, если вот, ну, как бы человек приезжает в первый раз, вот, и это нормально. Как отнеслись, если вспомнишь, помнишь, ну, вот местный население, как мы переехали. Вообще нас никто не звал, чтобы мы переехали в деревню, никто из местных, то есть, наоборот, говорили, вы не знаете, что это такое, вы не представляете, не приезжайте, тут нет работы. Хорошо, если у вас пенсия, ну, то есть, она как бы, что нам ждать до пенсии, так это уже вся жизнь пройдет. Но, в целом, конечно, они, как бы, в душе, они были рады, конечно, что новая семья появится, тем более с детьми это хорошо, и для школы. Ну, то есть, как бы, для учителей это как рабочее место, это у нас два учителя, а тогда было три учителя, то есть, все понимали, что в перспективе это хорошо, в общем-то, деревне. Приносили нам продукты, консервацию соседей, потом к родителям мы в баню ходили, то есть, ну, все как-то, как могли, по силам помогали, хотя это, в уставе сказано, что каждый строится своими силами, но все равно, каждый как-то маленько старался чем-то получить. То есть, помню, то выпечку приносили первое время, в общем, я благодарна, конечно, за эту поддержку, она была важна в тот момент. Люди были такие радостные, у них была такая эйфория, что, я говорю, они там приносили консервацию, и все, потому что зима была на носу, и как бы, ну, и нам, естественно, было, ну, как бы, необычно, это же поддержка. Я говорю, то ли это признаки общины, то ли это признаки того, что мы, как бы, становимся единомыслниками этих людей, то ли то, что мы стоим на правильном пути, вот, что мы, как бы, ну, человек, в любом случае, он жил раньше на природе, и его всегда будет тянуть на природе, даже он, если живет там на 30-м этаже, или там он в доску городской, но все равно хочется выехать на природу куда-то отдохнуть. Вот, и было очень радостно, потому что приехала молодая семья, меня все знали, как бы, ну, и молодая семья с детьми, это будущее, вот, будущее, это вот продолжение школы, там, и так далее. Ну, я говорю, когда отговаривали, ну, люди некоторые говорят, ну, говорят, конечно, где-то в душе, если вы приедете, нам будет очень радостно, и так далее, там, приезжайте, пожалуйста, вот. За все эти годы сложилась такая тенденция, что вот этот переезд, исход, как бы, из городов в деревню, он приобрел какой-то такой характер, но пока еще не массовый, вот, но в связи с последними временами, что вот эта пандемия, там, и все, люди стали очень чаще задумываться об этом, вот, и, ну, прям, многие желают. И мы своим примером хотели, как бы, дать пример, показать, что ли, мы, конечно, не герои, мы никогда себя ими не считали, но по факту, то, что сделали мы, вот, я смотрю так на других, ну, и, как бы, мы сделали какое-то такое, прям, ну, серьезное дело, вот, какое-то серьезное, интересное, и, поэтому, я считаю, что, ну, у нас, как бы, есть право, так скажем, вот, мы уже 7 лет прожили поделиться с этим, этим опытом, там, с вами, вот, а в соседних деревнях, например, эти дома пустуют, вот, очень много пустых домов, то есть, получается, все равно, большая часть людей уезжает в город, вот, а у нас, в нашей деревне, после нас, тоже никто не приехал еще, поэтому, ну, ситуация, так скажем. Ни одной семьи. Да, ни одной семьи. Вот, скажи, пожалуйста, ну, например, что мы имеем сейчас за 7 лет? За 7 лет? Ну, то, так, поэтапно, хотя бы, по-быстренькому, да. Ну, как ты и сказал, первым делом мы построили сарай, большой, хороший сарай, то есть, там, вот, при желании, можно все держать, и птицу, и свиней, и коров, мы там держали, быков, то есть, что хочешь, то есть, хочешь, меняй население сарая, в общем, дом, он, пусть не достроенный, но мы живем в нем уже 2 года. 3 будет, будет 3 уже, к Рождеству, в общем, мы, когда переезжали, еще пола не было, но здесь, ну, как бы, мы понимали, что все начнется быстрее, то есть, не надо будет бегать с участка на участок, тут, рядом у Прайс, это какая-то такая радость была, что не надо бежать, там, полдеревни, чтобы просто подоить, там, цыплят покормить, и так далее. Мы начали уже, там, обживаться, как бы, удобнее, и детям там комфортнее, больше места, то есть, и как-то вещи больше, там, упорядочить можно, потом готовить удобнее, раковина нормальная, с водопроводом, то есть, больше удобства, все равно, я просто много терпела, 5 зим я жила в доме без нормальной раковины, просто надо было налить в умывальник, там, мыла посуду в тазиках, все, но я, как бы, жила с надеждой, я понимала, что Господь поможет, будет дом, и понимала, что это не всю жизнь, я вот так вот буду, там, слишком такие большие неудобства с кошком, все время бегать детским туда 10 раз, там, на дню, ну, в общем, с надеждой жили, и получилось переехать, и вот теперь мы тоже еще в процессе обустройства, вот, недавно на днях поставили полку для книг, все книги туда сложил, это такая радость, то есть, хоть какой-то порядок, там, упорядочивание, оно продолжается, то есть, еще, может, лет 5 оно будет, и пускай, то есть, это уже такой процесс, без какого-то такого стресса, то есть, я уже, и город у меня рядом, и дети рядом, мы уроками занимаемся спокойно, уже два сына у нас, ученики, один в четвертом классе, другой в первом, через два года еще, дай бог, один пойдет в школу, ну, то есть, как-то вот, уже все более спокойно, что у нас еще есть, что еще у нас есть за это время? Ну, пожалуй, это самое основное, дом-то, мы так сильно хотели, мы сюда вошли, и первое время мы жили, как эти американцы, фильмы, в ботинках ходили, просто тут пола не было, тут все строилось, была клеенка, но в первую очередь, я сделал второй этаж, там у нас уже было чисто, то есть, мы туда поднимались, там ночевали, все, а здесь вот как-то суету наводили, что-то доделывали, походу, и как человек быстро привыкает к комфорту, то есть, здесь у нас уже появился унитаз в доме, здесь уже была раковина уже с краном, там, откуда вода текла, и был слив, вот, то есть, конечно, в любом случае, деревенский, он привыкает жить экономней, то есть, это колодезная вода, это не то, чтобы там какая-то городская вода, где-то открыла, нальется там, то есть, нет, любой деревенский все равно экономно все делает, но там у нас была стиральная машинка, мы ее тоже обманывали, потому что давления-то не хватало, у нас ланг закачки воды был через эту коробочку, такой порошок, где, ну, через, как, отверстие, отсек для порошка, да, вот, и, получается, надо было смотреть, там, сколько набирается, здесь же, у меня стоит кубовый бак воды на втором этаже, куда я набираю воду насосом из колодца, оттуда он уже самотеком проходит по всему дому, в доме есть душевая, в цокольном этаже, есть овощехранилище, там же, как бойлер, знаете, типа котел, водяное отопление у нас, то есть, русская печка, водяное отопление, раковина там, унитаз, что там еще, горячая вода в раковине есть, сделали такой бойлер, бак в баке, в общем, 100 литров бак, которого, значит, обогревает отопление, вот, когда печку топишь, и получается, как бы, бесплатный бойлер, то есть, я дополнительной энергии не трачу, и он у меня в пенопласте укутан, и он держит тепло, там, дня три горячей воды, это очень, очень прям хорошо, ну, это тоже не моя идея, вот, помогли. Значит, как мужчина, я хочу сказать, что я, когда жил в городе, тоже ничего не умел, но когда приехал сюда, у мужчины есть потребность созидать, но, наверное, у женщины тоже, в какой-то степени, у каждого там разное, да, какие-то дела свои, вот, и я стал пробовать, стал делать, где-то я, конечно, брал консультации уже у грамотных людей, и интерьер в доме, ну, например, даже не интерьер, а мебель какую-то, вот, я сделал всю сам, вот, это было настолько интересно, и просто у меня было такое желание, ну, как бы, не в том плане, что я буду это, там, делать, там, производить, да, там, во множестве штук, а вот именно, там, одну-две, там, стол, лавки, то есть я это сделал, я это смог, это тоже такой хороший момент. Кровати. Кровати, там, раковину сделал, ну, там, много, в общем, чего я сделал. Люстры. И чего еще должен сделать, еще не доделал, вот, на самом деле, в дом вошли, и, как бы, честно признаться, как бы немножко подрослабились, наверное, это нормально, потому что, я говорю, что стройка, это такое серьезное дело, куда уходит все, силы, энергия, время, все-все-все-все-все-все. Если, конечно, есть возможность купить дом, ну, такой нормальный дом, то, ну, можно купить, да, ты не будешь заниматься этим вопросом, ты сразу начнешь заниматься вопросом развития. У нас же все это было параллельно. И вот ты говорил, да, что мы, там, решили попробовать что-то, поддержать, там, эксклюзивное. Мы держали страусов, то есть есть модели, которые проверены уже, и в период стройки все-таки, мой совет, лучше заниматься проверенными моделями. Почему? Потому что ты в период стройки будешь именно отвлекаться на стройку. Вот, а есть эксклюзивные какие-то модели заработка, которые не проверены никем, и ими тоже можно заниматься, но только не во время стройки. Чтобы вот ты уже все, уже нормально, у тебя свободное время, как бы, чтобы вектор внимания твой был полностью направлен на вот это новое дело какое-то там, не знаю, хоть крокодилов разводить там или еще что-то, вот, ну, чтобы только ты был весь там. Скажи, какие были, ну, радости, печали вот за это время, ну, такие вот, может быть, яркие, это были же все равно. Ну, есть такой момент, что женщины спрашиваешь, ну, у которых есть дети, ну, чего тяжело говорить, и некоторые говорят, знаешь, это время вычеркнутое из моей жизни, когда у меня там один за другим рождались дети. Как-то мне так не хотелось вообще, ну, и хотелось как-то, ну, и детей иметь, и, ну, не так вот через силу какую-то, через мучения, то есть хотелось и в общении с детьми какую-то радость иметь, успевать с ними, побыть маленько, вот, пусть оно не всегда получается, но все равно тут легче выделить время, пойти погулять с ними, либо просто мы вышли все на улицу, даже вместе в огороде работаем, коляску поставил на улице, пошел с ребенком погулять. То есть для женщины это какая радость, просто вот провести время со своими детьми, спокойно выходить в нормальных условиях экологических, потому что в Новосибирске я вторую беременность тоже в городе выносила, только разъела в деревне. То есть такой токсикоз тяжелый, вот это вот гарь, копоть всякая, ну, это тяжко просто. Вот, и поэтому ты в деревне меньше нервничаешь, потому что тут все-таки свежий воздух, вообще больше ты можешь в лес пойти и так далее. И для женщины, наверное, что ты в городе живешь, у тебя семья, ты все время готовишь, стираешь там, порядок наводишь. Что ты в деревне, только то же самое, поэтому даже нету времени особо подумать, вот, хочу ли я куда-то, что-то я еще там хочу. То есть я просто изо дня в день занимаюсь обычными женскими делами, и которыми я бы так же в городе занималась. Ну, тут их вроде каких-то дел побольше, и что-то, наоборот, полегче, потому что дети собрались сами, пошли погуляли возле дома. Не надо одевать их там все иголочки как-то, они, ну, как вот на даче бегают там, просто вот в чистом, но не обязательно супер новом каком-то. Так и тут они погуляли. То есть это мне жизнь упрощает, дети меня там не дергают, сказали, мы пошли гулять, мама, благослови, я сказала, Бог благослови, все, они пошли погуляли. Ну, я не беспокоюсь, что тут их машина собьет какая-то. Пока вот такой период, именно когда они небольшие, именно в этот период я спокойнее здесь, чем в городе. Я не знаю, как будет дальше, потому что некоторые люди говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнула. Я их не вырастила еще до 30 лет, мне самой еще только 30 лет. Вот сейчас, ну, меня устраивает, у нас школа до 9 класса, я спокойно тут, тут хорошее образование дают, они выиграют, дети олимпиады, то есть хорошие, отличные оценки получают. И, то есть, все госы, все сдают, то есть, нету какого-то такого, что тут какое-то плохое образование. Здесь хорошее образование. Что еще для женщины здесь хорошего? Я не знаю, я говорю, что я вроде как домохозяйка, но я тут и мужу успеваю помочь, и с детьми больше побыть. И деньги все равно я помогаю, зарабатываю, то есть не просто я там на шее сижу, да, я там, вот, говорят, вот домохозяйка дома сидит. Кроме дома я еще успеваю, как бы, заработать, пусть даже я налички-то не имею на руках, но все равно. Я в процессе возведения общего какого-то дела. Ну, как бы, а что для женщины? Красиво одеться-то у меня тоже есть возможность, там, платье все изшить и купить, то есть, ну, то есть я могу это себе позволить, даже сейчас. Какая женская еще радость, вот, вот, хорошо одеться, с детьми быть, и муж всегда, как бы, чаще я его вижу, чем если, там, да, у нас было бы, может, еще больше денег в городе, но мужа бы я вообще не видела, то есть ни днем, ни вечером, ну, так я тоже не хотела. Ну, это, наверное, такая, как это сказать, не то, чтобы нестандартная, а, как правило, вот, такая жизнь выстроена системой вот этой вот, потому что, ну, по-другому, как бы, не получается. Вот, какие у меня, как бы, да, там, радости и печали были. Во-первых, мы живем в обществе, в таком вот, в общине, как бы, это все равно какая-то радость, где люди одного духа. Вот, мы общаемся, у нас тут какие-то занятия, там, праздники, вот, община, что такое? Если сказать, в общем, просто, мы просто в радости и в горе, мы вместе. Там, пожар какой-то, мы там вместе тушим, там, что-то кому-то помочь, вот, праздники, вот, мы опять же вместе. Вот, это, как бы, вот, тоже прям такой, ну, приятненький бонус. Значит, понятно, семья, дети мои тоже, вот, жена, там, радости, там, дом построили, вот. Вот, но с этим же домом тоже была такая печаль, когда мы строили, тоже была неприятность со строительством, там, человек обманул, там, на большую сумму, ну, по милости Божьей, все там, не все, там, ну, большую часть денег вернул. Вот, и, конечно, только, я говорю, тоже у нас только было переживание в этом вопросе, там, и, как говорится, и слез, и седых волос, и всего. Но, как-то, Господь все сделал, все, теперь все это прошло уже, мы живем уже в доме, уже все, как бы, прекрасно, и уже, практически, уже и забыли, что было, там, то ли было, то ли не было. Вот, построили сарайку, было, значит, в жизни, вот, как бы, в крестьянской жизни, вот, в деревне, то есть, ты с животными, ну, как бы, испытываешь, там, и прибыль, и убыль. Там, бывает, кто-то сдох, бывает, там, кого-то съели, там, кто-то кого-то попортил, там, все это было. И, чем ты больше живешь, тем ты привыкаешь, и, как бы, нормально к этому относишься. Но, чем животное больше, тем это больше переживается, понятно, там, корова, наверное, померла, сдохла, там, ну, как-то, понимаешь, что это, деньги, кормилица, вот, цыпленок, как бы, ну, помер, ну, ладно, там, все-таки мелкий, там. Ну, просто, это опытность, то есть, первый утенок у меня помер, я плакала, прямо плакала, потом второй умер, ну, там, что-то случилось. с ними, может что-то, я не знаю, что-то случилось, в общем, один за другим давай запомирали, может замерзли они, а потом как бы со временем даже случалось, вот цыплята у меня весной штук 10 померло. Одна из радостей, которую бы хотелось отметить именно деревенской жизни, это то, чем мы пользуемся, над чем мы не трудимся, к этому относятся березовый кленовый сок, грибы, ягоды, рыба, очень приятно, ну и там чаи, например, мы собираем, вот, то есть это то, там ягоды, да, вот мы же не трудимся, мы пошли, собрали, то есть это так здорово, это там варенье там сразу, да, там никуда не нужно ехать, там затридеть земель куда-то там, вот, и когда говорят, что ну красивыми рассветами и закатами сыт не будешь, я согласен абсолютно, нужно работать, нужно деньги зарабатывать, да, но вот эти красивые закаты и рассветы, это такой приятный бонус, который там желтая листва какая-то, она рядом, вот этот лес, куда ты можешь сходить, там пошуршать, там, не знаю, озеро, это все рядом и оно тебе так заряжает, это так приятно, потому что в городе, вот я просто иногда возможности нету вообще это увидеть, ты там в офисе просидел еще там где-то, либо там вокруг тебя эти здания большие стоят, просто реально нету возможности, вот, а здесь она есть возможность, и даже я иногда занят бываю, там что-то там, ну у меня есть там 5 секунд, не знаю, поднял, там какие красивые облака, там небо, такое поле, там бескрайнее, там ищик дальше опять работаю, например, вот, все равно здесь, вот в этом отношении есть возможность какая-то. Я там сходил, покупался, живу там. Зимой покатался на лыжах, там, не знаю, что тут еще можно, вот, можно что-нибудь придумать, вот, а вот, например, ну что-то самое сложное, сложное для тебя, вот что было, вот ты же, как бы, ну, с квартиры, там, городская. Самое-самое сложное, вот самое-самое сложное для меня, это бывает, когда мы что-то вырастили, например, свинью, там, закололи на мясо, и там, одну-две, там, Алексей поехал в город продавать, и если он уехал в Новосибирск, это 4 дня, 6 дней, я остаюсь одна, то есть я должна и затопить печь, и приготовить, и управиться с детьми, уроки сделать, и везде, ну, бывает такое, когда некого попросить помочь, и ты одна, вот это, как бы, сложно, и надо быть к этому готовой, то есть никто не говорит, что будет вообще просто, вот ты будешь лежать в гамаке, и так, на природу смотреть, и дети тебе там все приносили, вот там, рыдечки, ну, как бы, ты должен понимать, что будут трудности, так же, как и в городе, я там работала, фотостудия у нас была, я с ребенком туда ходила, работала, ну, то есть, это тоже было неудобство, то есть, в любом случае, тебе как-то надо работать, зарабатывать, то есть, что в городе, что в деревне, и надо понимать, что какую-то смелость надо, надо потрудиться, там, ну, хоть потом вот он приезжает, и жизнь все равно налаживается, что-то легче становится, ну, вот просто вот такие моменты иногда приходится напрячься, ну, это искренне, вот я говорю, как есть, то есть, я не скрываю, что трудности есть с жизнью в деревне. Ну, я думаю, для мужчины, как говорят, ой, в деревне надо работать, так оно и в городе надо работать. Другой вопрос, что здесь, например, физически, да, я согласен, но физически, видите, в чем разница, в городе, например, ты психологически стрессуешь, вот, и ты, это совсем другая усталость. Физически я устал, я там, не знаю, вечером в баню сходил, либо там, ну, что там, обмылся там или как-то, или там не обмылся там, я не знаю, то есть, ты поспал, в общем, все, ты на утро встал, ты как бы практически огурчик, все, там дальше пошло работать, вот, а психологически совсем не так, то есть, там, там одной ночью не обойдешься, и, если ты знаешь, что ты опять завтра идешь, опять туда, это вот, я жил в городе, и что мне не нравилось, ну, лично мне, ну, мы шли на съемной квартире, вот это вот какое-то, не то, что безделье, как это, да, безделье какое-то, меня это убивало, а здесь у меня столько работы, что я теперь, не знаю, даже там очередь такая, там, где и конец этой очереди, вот, но, да, за что браться, не знаю, но, вот, как бы, со всем этим здесь нету, нету горизонтов моей деятельности в себя, как бы, ну, проявления себя, то есть, тут можно делать вообще что угодно, я еще до сих пор еще, как бы, ну, то есть, никаких тупиковых ситуаций пока еще нету, еще можно делать, 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 там, что угодно, вот, и, а это, как бы, радует тоже, вроде как и что делал много, но это радует все равно, потому что ты, когда что-то делаешь, ага, раз, одно дело сделал, вот, все, чик, оно ушло, другое дело сделал, там, какие-то стратегические, оперативные дела делаешь, вот, что хотел спросить, или точнее сказать даже, позвольте, я начну, по поводу, ну, денег, как бы, тут вопрос всех интересует, типа, а что с деньгами-то за это время, если в общем и целом сказать, то мы за 7 лет вышли на самообеспечение, то есть, в общем и целом, понятно, что мы там сколько-то зарабатываем, вот, сейчас мы зарабатываем, пока еще не супер, значит, после строительства дома, вот, из-за вот этой вот неприятной ситуации, пожалуй, что не в том числе, а вот, скорее всего, как бы тут накладки произошли, и у нас появились долги, которые у нас сейчас, их как бы уже, ну, они все уменьшаются, уменьшаются, вот, но они есть, и вот, ну, там, когда вот мы рассчитаемся, дай бог, то есть, у нас есть сейчас возможность, мы долги отдаем, вот, и какие-то свои дела, вот, решаем сейчас, живем. Насущные. Да, насущные. Мы научились за это время, я сейчас быстренько перечислю список наших продуктов, которые мы продаем, какие-то из них мы продаем круглогодично, так скажем, все это можно найти на наших ресурсах, группа ВКонтакте, крестьянское хозяйство Устиновых, значит, канал в Ютубе хозяйства Устиновых, вот, можно там как-то связаться, там телефоны везде есть, вот, итак, первое, там, мед, например, мед, разнотравья с наших полей, сало копченое, мясо свежее, мясо говядина, свинина, значит, бройлеры, куры, молочка, творог, молоко, сыр, сыр мягкого сорта брынза, яйца, сок кленовой березы замороженной, ну, и там всякая трава, например, как это, чай, там, грибы сушеные продавали, холодец продавали, может быть, еще что-то, вот, как бы, основной перечень наш, то есть, колбасу даже делали, пробовали, продавали, всегда что-то, что-то новое, что-то открываешь, что-то делаешь, расширяешь свой список, вот, и в один момент как-то даже получилось так, что спрос есть, а предложений нету, то есть, мне говорят, давай нам еще, а я говорю, а у нету, вот, поэтому, но мы крестьяне, поэтому крестьяне продают только излишки, вот, не то, чтобы у нас нету там ферм, каких-то работников, вот, пока мы делаем все то, что мы можем делать своей семьей, ребятишки еще маленькие, но вот старшие уже помогают где-то чего-то как-то, вот, в том числе, когда я вот уезжаю, вот, обязательно, конечно, вот, слава богу, есть машина, значит, она помогает мне, потому что это как рабочая лошадка, там, что-то отвозить, привозить, вот, ну, по всей видимости, семь лет прожили, и, ну, такой срок, наверное, может быть, это какая-то черта, сейчас пришло время мне машину поменять, и сейчас я пешком хожу, ну, вот, бог даст, может быть, скоро другая машина появится, вот, что-то дополнить с этого, хочешь? С продукцией? Ну, как бы, вообще, вот, да, с тем, денег. Ну, просто, живя в городе, я не помню, чтобы я супер много в выпечке какой-то, я редко готовила, так, супчик сварю, даже вот трудно вспомнить, что мы ели вообще, потому что, по всей видимости, ели, вот, что, в море разойдешь, купишь такое дешевое, что денег жалко было как-то на это тратить, тут я научилась много чего делать, и молоко мы с вами перерабатываем, то есть, готовлю я теперь много чего интересного, вкусного, там, и продаем, и сыр, и творог. Научилась делать вкусные торты всякие. Торты, да. Торты. То есть, разнообразие в питании, это все натурально, то есть, это очень полезно, и тоже, как бы, и для здоровья, это, то есть, не то, чтобы мы вообще не болеем, но все равно, как бы, так, людям в городе этого не хватает. Надо отметить, что без перегибов, не то, чтобы, вот, знаете, есть такие, все, мы вот это не едим там, нет, конечно, если мы что-то захотели в магазине, вот, ну, что-то там, плюс-минус такое, съедобное, так скажем, мы взяли и выкупили, но откровенно химическое там явно, или там по составу, или еще что-то, естественно, мы не будем покупать, вот, поэтому, как бы, ну, с умом все делаем. Основные продукты, там, масло, там, не знаю, еще что-то. Это свое у нас, вот, а все остальное, как бы, мы можем где-то докупить. В деревне вырабатывается, значит, такое, точнее, не состояние, а привычка, привычка жить впрок, как вот жили раньше наши деды, потому что раньше всегда как-то, ну, плохо было, всегда какие-то потрясения были, и там был какой-то припас соли, припас муки, масла, вот, и все, собственно, мы здесь также научились. А почему? Потому что еще обусловлено нашей местностью, где мы живем, 16 километров полевой дороги до трассы, до асфальта, зимой у нас дорог вообще нету, а эти 16 километров в период межсезонья, когда там прошел сильный дождь, осень, весна, дорог тоже ты там, не знаю, на танке, может быть, только проедешь, но у нас танков нету, вот, поэтому приходится заранее что-то закупать, вот, и как бы, даже несмотря на то, что мы живем вот в такой, в отдаленности, как бы, на острове, да, слава Богу, по милости Божьей, у нас не было ни разу за 30 лет, а вот уже историю этой деревни в этом году 30 лет отметили, люди говорят, вот у вас нету аптек, больниц, слава Богу, ни разу не было такого, что кто-то там вот умирал и там не успели довезти куда-то, нет, как-то заболел заранее там, поехал, уехал там что-то, ну или как-то терпимо, вот супруга три раза здесь рожала и как-то заранее отвозили в роддом и там, ну, все, отвезли, раз там родила, зимой на снегоходе там, то есть, ну, нормально. Ну, не ждешь до последнего схваток, а вот примерно там за неделю до сроков выезжаешь. А вот с детьми, да, тут как вот насчет воспитания-то лучше здесь или в городе все-таки? Ну, от чего дети начинают дурить просто, бывает, вот дети дурят, говорят, вот они там с ума сходят и так далее. Потому что заняться нечем? Да, потому что им нечем заняться. И я вот смотрю на своих, вот как только свободное время, ну, я не говорю прямо, что им вообще его не надо, ну, как много свободного времени все, начинают драться, что-то бегать, прыгать там, короче, хулиганить, но у них тут есть свои обязанности, то есть, ты там иди попаси козочек, ты поводись, ты там приберись, помоги, то есть, и дети понимают, что у них есть обязанности, они члены семьи, и как-то вот их дисциплинируют их обязанности. В принципе, мы имеем возможность утром всей семьей помолиться, вечером, то есть, обычно в семьях городских такой возможности нет, потому что отец убежал на работу и все, как бы, и дети его даже не видят, и это тоже их дисциплинирует. Еще почему это хорошо? Вот у нас одни мальчики, я понимаю, что, может быть, если одни бы девочки были, как-то мне бы было легче справиться в одного, но нет, тут одни мальчики, и я понимаю, что без мужа делать нечего, тут воспитание я полноценное, вряд ли смогу им дать. Ну, в общем, для утверждения их мужских душ, ну, мужчина, отец, он обязателен в любом случае. И так, почему очень важно детей, особенно пацанов, как бы, в деревне воспитывать? Я говорю, потому что здесь все настоящее, все натуральное. Не в плане, что еда натуральная, это тоже, а вот именно настоящее, не искусственное. То есть, надо выдумать какие-то секции, куда-то его водить. Они пошли, я пошел работать, ребенок идет со мной, там, значит, сын, там, молоток, лопата, все это учатся, там они, вот, либо там что-то с животными, это дисциплинируют, это вырабатывают в них ответственность, это очень важное качество, которое сегодня не хватает нынешней молодежи, тем более будущий мужик, который потом станет членом, не членом, а, как говорится, ну, главой семьи. Вот, то есть, а что он сможет там наруководить, мы видим сегодня, ну, трагедию просто в семьях, когда там, там, мужик не может тянуть, или встал, ушел, или первое какое-нибудь препятствие, и все там, вот, поэтому это очень важно в пацанах, в пацанах формировать будущих мужиков, вот, во всех этих отношениях. Ответственность. Ответственность, мужество, там, и так далее. Очень хороший пример, ты сказал, что вот именно молитва, да, молитва тоже вместе, это очень важно для религиозных, для верующих людей, для православных, это правильно, когда молитва все вместе, то есть, это воспитывают в детях, потом они будут это дальше в жизни своей проецировать уже, потому что, если ребенок вырастет, и он скажет, папа, я хочу там в городе, то есть, ну, естественно, мы никого не держим, то есть, естественно, надо будет детям получить какое-то образование, и мы будем смотреть уже по ребенку, к чему у него больше способности, вот, это тоже уже труд с нашей стороны, вот, и если скажет ребенок, я там хочу, например, где-то там, то есть, мы держать никого не будем, но для того, чтобы у ребенка все-таки было больше позитивных мыслей именно здесь, в деревне, наша задача, как родителей, значит, создать именно такой благоприятный фон, именно показать положительную сторону жизни в деревне, что здесь можно не просто жить, здесь можно зарабатывать деньги и жить достойно, весьма достойно на сегодняшнее время, вот. Что я еще хотел сказать про наши ресурсы, значит, люди спрашивают, как бы, для чего они. В самом начале мы создали группу ВКонтакте, в которой мы решили так для себя, что мы будем там показывать свою жизнь для наших клиентов, чтобы они видели, откуда продукт берется, как он берется, чем мы кормим, как у нас, что происходит. Потом дальше люди стали, как бы, смотреть, благодарить, о, покажите еще что-то, то есть, потом появилось такое желание показать положительный образ жизни, то есть, это переросло в нечто больше, такая гуманистическая идея показать хорошие стороны деревенской жизни. Да. Потому что, вот, если помните, вот, в прошлые года все, значит, авторитет деревни это, типа, грязь, алкашня, пьянь, там, разруха, все, ничего там нету. Вот. На самом деле, вот, соответственно, заявляю, что это не так. Это все зависит от людей, которые живут здесь в деревне. То есть, чем ты занимаешься, ты можешь развиваться, вот, и ты можешь, конечно, там, и пить, и там, грязь у тебя будет, и все такое. Все будет зависеть от человека. Поэтому, что мы и делаем. Мы стараемся своей жизнью показывать, вот, ну, по мере возможности, мы тоже люди, там, где ты устаешь, и все, не успеваешь. Вот, кстати, такой вопрос, говорит, а как вы успеваете? Никак не успеваю, вот. Ну, на самом деле, не во всех вопросах, где ты и успеваешь, то есть, это нормально, это жизнь. Поэтому, на наших ресурсах мы показываем, как мы живем сейчас уже, ну, и вообще, в принципе, про деревню, про красоты и так далее. Ну, какие-то полезные советы, как мы что содержим, как готовим, как дом сделали, какие хорошие моменты были, какие были нехорошие моменты. Ну, то есть, просто вот опыт. Кому интересно, они люди смотрят, благодарят, вопросы задают. Мы также смотрели других людей, как вот сарай устроен. То есть, ну, если ты городской, ничего не знаешь, ну, почему нет, почему бы не посмотреть у людей, которые уже что-то сделали? Кстати, я пришел к этому не сразу, чтобы подсматривать у кого-то. Ну, подсматривать, в смысле, не в щелочку там, а люди, вот, на Ютубе тоже выставляют. Потом, даже вот, когда я делал курятники, я подсмотрел кормушки там в курятнике, поилки какие-то. Вот, я это приобрел, как-то сделал там, вот, и я это тоже показал дальше. Вот, поэтому на нашем канале, хозяйство Устиновых, вы это можете посмотреть. Там, как говорится, некоторый момент из нашей жизни, повседневный, рабочий, природа. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, значит, ставьте уведомления, чтобы вы были в курсях наших видео, когда они выходят. Этот выпуск именно такой юбилейный. Мы вот решили именно сделать его в аудиоформате, в видеоформате. Мы первый раз это делаем, потому что до этого писали просто статьи. Вот, и с годом, вот сейчас, когда мы просматриваем статьи, мы смотрим, что, как бы, вот, такая некая эйфоричность, она уходит, и такая вот появляется уже более такая уже серьезность. Вот такая уже серьезность уже, такая реальность уже, какая она есть. Вот, и так и должно быть, это абсолютно нормально. В общем, это будет, наверное, у всех, ну... Ну, просто даже привыкаешь. Вот, я говорю, что я забыла, как я раньше в городе жила. Вот, да, там были такие моменты положительные, конечно, и детство, и все. Как бы, ну, это все осталось. И стараюсь для своих детей хорошее детство сделать, чтобы у них и в деревне были хорошие воспоминания, теплые, о семье, о доме, о деревне. То есть, многие люди из деревни, они, как бы, печалятся, что они уехали, хотя возвращаться не хотят. Вот. Ну, я стараюсь так вот жить и показывать, что, во-первых, я искренне радуюсь жизни в деревне. Вот. То есть, я не буду обманывать, там, ребенка своего. И думаю, что кто-то все равно останется, кто-то переедет в деревню. Ну, если в город уедет, кто-то уйдется, я не знаю. Ну, так вот. То есть, нету такого же, вот, все оставайтесь здесь. Ну, как хочешь, вот, будет у человека талант какой-то, может, он его разовьет и не в деревне. То есть, это уже как Бог даст, какая воля будет Божья о Сыне. Да. Я вот лично хочу за себя сказать честно, что у меня тоже за 7 лет ни разу не родилась мысль, что, может быть, мы поторопились, может быть, мы зря приехали, может быть, уехать назад. Я там ни разу вообще не родилась. Вот. То есть, я... И это правильно, ехать именно в один конец, чтобы не оглядываться назад, а чтобы смотреть только вперед. Вперед, вперед, чтобы двигаться дальше. Вот. Это правильно, я думаю. Ну, мы, как бы, мы этим занимаемся. Продолжаем. Я хотел дополнить насчет детей, что, да, мне тоже, именно, как бы, симпатизирует, что ли. Ну, или я считаю, правильное направление. Именно, вот, воспитывать их здесь, в деревне, когда они при нас. Я помню, когда мы были в городе, когда у нас родился ребенок, один человек сказал, что, говорит, когда родился ребенок, ты, как бы, живешь для ребенка. Ну, эту фразу можно понимать не в прямом смысле, прямо совсем, но в том числе. И мы сюда переехали, именно, вот, как бы, ну, по одной мысли, что ли, о мысли о детях. Что мы сюда приехали для детей, чтобы им здесь было хорошо, вот, жить именно в деревне. Мы их воспитываем, они у нас едят такую еду, они у нас живут на природе. Но, как говорят, а как же они у вас, они у вас не социализированы. Как обычно подразумевают под этим, что они, они должны у нас с маленьких лет курить, драться там, материться там, еще что-то. Вот, наоборот, мы от этого их, вот, как бы, наоборот, хотели, как бы, уберечь на какое-то время, да, вот, пока миссион позрослел. Они у нас социализированы, вот, по мере надобности, так скажем. Мы им не даем там интернет, зачем он нужен. Но мы также выезжаем в город, мы также, там, где-то, там, что-то посещаем, если, вот, ну, есть желание, там, и так далее, возможности. Что касается верующих христиан, я считаю, на сегодняшний момент правильный образ жизни, это общинный. Когда мы все, молодые семьи, молодые, старые, там, вот, например, пенсионеры, казалось бы, ну, какая от них польза, да, вот, приехали люди, например, но от них тоже есть польза, они поддерживают молодых. Вот, если, например, молодые, наоборот, как бы, семьи рождают детей, то есть они, как производят будущее, да, вот, то пенсионеры, они помогают. То есть, вот, если все это грамотно сделано, построено, где вот они рядом живут, они помогают, то вот это правильно. Вот тогда жить легко, уверенно, потому что раньше так и жили кланами, дети, там, отец, родители, дети где-то вот рядом, все, и у них какое-то что-то общее помогали, отец помогал сыновьям потом, и становилось все легче, 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 как бы, там, что-то нарабатывали вместе. Сегодня, я говорю, когда верующие работают в общине, точнее, живут в общине, вот, и у каждого свое хозяйство, вот, не как раньше, там, в колхозах, там, за эти трудодни, я говорю, работали, там, вот, на кого-то, а тут две коровы, пять коров, десять, там, хоть сто держи, то есть, этот две козы, этот одну, там, козу держи, то есть, вот, но в итоге мы все вместе, мы в радости, в горе, мы все вместе, мы общаемся, мы можем вести какое-то дело общее, ну, там, производство чего-то, там, или еще что-то, не знаю, вот, и я считаю, что это образ жизни, общинный, один из правильных образов жизни на сегодняшний момент. Добавишь в чем-то еще? Ну, я согласна со всем. Положительный образ, что, положительный момент, что я в городе жила, я не могла даже куда-то выйти без ребенка, ну, то есть, тут я могу сказать свекрови, там, посидите с ребенком и поехать в город куда-то, ну, в районный центр, то есть, я за ребенка спокойно, вот. С другой стороны, это не то, что все время мы, там, просим их помогать, то есть, в свою очередь, мы тоже им пригодимся, ну, когда уже состарятся и совсем будут болеть, то есть, это не значит, что, вот, только в одну сторону они, там, помогают, то есть, стараться по мере силы и им помогать, естественно. То есть, дети помогают родителям, родители и детям. Да, друг к другу. Кто-то у нас учитель, кто-то у нас фермер, кто-то просто домохозяйка, да, вот, в чистом виде пока, ну, я, например, хотя я думаю, что я бы, может, куда-то и устроилась, типа, вот, как учитель, например, если бы было место. Ну, это всему свое время, то есть, еще есть время, что-то кому-то еще пригодится, вот, когда дети подрастут, то есть, я не ставлю себе каких-то преград, я вот только домохозяйка и все, вот. Я занимаюсь фотографией, занимаюсь в интернете, группу веду, то есть, хочу, шью, там, что-то для детей, то есть, ну, я могу себе позволить каким-то творчеством заняться и полезным, и интересным, в общем, не то, что я вот сижу и только вот на кухне. И еще можно зарабатывать на этом этапе. Да, то есть, я и себе удовольствие буду, ну, как бы, получать и пользу людям приносить, вот, и говорят, чем женщина будет заниматься, да, хоть чем заниматься, можно, вот, кто-то умеет мыло варить, вари мыло, кто-то сыр умеет варить, вари сыр, кто-то там будет крем делать, сгущёнку варить. Да, что угодно, рубашки делать, что угодно, то есть, для женщины тоже нету никаких преград для самореализации. Да хоть музыку пиши, то есть, ну, какой талант и тем и послужи. Тем более современный век интернета, когда все можно, там, клиентуру найти, там, еще что-то, но у каждого, конечно, это будет по-своему, потому что, как-то местоположение у каждого свое, у кого-то там деревня асфальт подходит, где-то там как-то еще, у кого-то его нету, вот, ну, кто-то далеко сильно от города, кто-то там близко, там, вот, ну, как бы, у каждого по-своему, это будет свой опыт, вот, ну, бояться не надо. Пожелаем, значит, желаем мужества, терпения и самое главное, это желание, потому что, если желания нету, переехать на землю, жить, вот, о чем мы сейчас говорили, там, о детях и так далее, если человек верующий, вот, быть в своей верующей среде, вот, то тебе ничего не поможет. Вот, там, ни мужества, ни терпения, наверное, ни, там, ни денег много, там, ни еще что-то, нужно ли много денег, чтобы переехать. Деньги это как весла, вот, если ты на лодке, ты знаешь, куда тебе путь, у тебя есть цель, но у тебя нету весел, и тебе будет очень тяжело туда плыть, вот, а если у тебя есть весла, но у тебя нету цели, какой смысл? Ты тоже ничего не сделаешь, вот, поэтому, очень хорошо, когда все вместе, у тебя есть цель, и у тебя есть, там, деньги, вот, и ты приезжаешь в деревню с какими-то деньгами, это легче, что ты можешь что-то построить или купить, как-то начать развиваться. Но если у тебя их нету, или у тебя их очень мало, поверьте мне, это тоже не страшно, то есть, ну, все равно можно постепенно, постепенно начать, в общем, делать с Божьей помощью, как вот у нас, собственно, или, может быть, как у других, там, вот, лишь бы было желание, желание, такое огромное, настоящее желание жить, развиваться, ну, и так далее. Развивать свои таланты, в конце концов, здесь вот тоже через дело нету, тоже можно развивать свои таланты, прям, очень сильно. Желаю всем успехов в этом нелегком деле, Божьего благословения, чтобы вы были на правильном пути женщинам, чтобы они поддерживали своих мужей, потому что это тоже такой главный вопрос, такой, когда вот мужья, вроде бы, и были бы не против, они согласны, а вот женщины не хотят, там, чего-то бояться, или, там, нет, я вот хочу быть в городе, там. Должно быть единомыслие, чтобы вы были на одной волне, тогда будет, ну, просто здорово, легко, вы будете друг друга поддерживать, тяжелые, там, времена какие-то, времена усталости и так далее. И тогда, когда ты живешь в деревне, тогда многодетность принимает свой смысл, что у тебя много детей и тебе классно. Вот именно здесь, именно здесь принимает смысл, что не в какой-то, там, в городе, маленькой квартире, там, а в деревне, когда, ну, там, один, два, три, и это нормально, это наоборот, там, больше, если там здоровье позволяет, то... Потому что каждый тебе будет помогать в перспективе, а не просто, как бы, сидеть в четырех стенах, думать, ну, чем бы заняться, чтобы поразвлекаться. То есть вы уже вместе, всей семьей будете трудиться, зарабатывать, жить, общаться. Не будете чужими друг для друга. Ну, все. Всего хорошего вам. Оставайтесь с нами. Мы хотели поблагодарить всех наших подписчиков, всех наших гостей, всех неравнодушных, наших клиентов, благодетелей. И вообще все, кто с нами, все, кто сопереживает нам, молится за нас за все эти годы, за всю эту поддержку, потому что, ну, от каждого была какая-то поддержка. Даже простое слово какое-то это очень поддерживало. Вот, кто-то поддерживал деньгами, кто-то покупал нашу продукцию, это тоже поддержка в нашем развитии. Люди молились за нас, это тоже огромная поддержка. Вот, случаются в жизни всякие ситуации, ты чувствуешь прям молитвенную поддержку, потому что, ну, иначе могло бы быть по-другому. И вся наша жизнь, весь наш переезд из города в деревню, ну, благословенный. Вот, мы чувствовали, как нас ведет Бог. Такие происходили невероятные вещи, нам Бог помогал. Вот, слава Богу, и мы просто благодарим от всего сердца вас за это. Давай еще чуть-чуть. Да, нет. Спаси Христос всех за поддержку. Да, спаси Христос всех. За переживания, комментарии, пожелания, молитвы. И за лайки. Это такая новая, новый вид такой современной поддержки, да. Так что всех спаси Христос, оставайтесь с нами. И все, оставайтесь с Богом. Всего доброго.